На рассвете 25 октября 1983 года Соединенные Штаты Америки начинают секретную боевую операцию против дружественной Советскому Союзу Республики Гренада. Американский десант высаживается на маленький остров в Карибском море. В разгар боев 30 октября в районе перемещения военно-морских сил США неожиданно всплывает советская подводная лодка Ка-324. В СССР атомоходы этого класса называют «Щукой», в Америке «Черным принцем». Появление «Черного принца» шокирует Пентагон. Лодка Ка-324 вооружена самыми современными крылатыми ракетами с атомными боеголовками. Десять дней в Центральной Атлантике идет локальная война, которая грозит перерасти в Третью мировую. За 20 лет история лодки Ка-324 обросла слухами и домыслами. Как все было на самом деле, известно лишь участникам событий. Подлинная история атлантического похода «Черного принца» превосходит самой смелой фантазии. Это нестандартная ситуация, исключительно нестандартная. У меня, как у специалиста и у многих, вызывает просто сомнение. То есть эта версия, она кажется некоторым даже фантастической. Нет, я вам еще раз говорю. Вы задаете те вопросы, на которые, кажется, я эту тему вообще, я ее не развиваю. Закройте, крылья, 324, вообще. Понимаете? Вы закройте эту тему. Вы понимаете, это не та тема. Вот я вам скажу, если даже вы какой-то материал по 324 толкнете в эфир... Вылет самолета рейса 007 на Сеул задерживается. Только через 40 минут «Боинг-747» поднимется в воздух. Но он никогда не приземлится в Сеуле. Его отклонение от курса составит 29 градусов. Нарушив государственную границу, пассажирский лайнер вторгнется в воздушное пространство СССР. Вскоре он окажется над Камчаткой. По одной из версий, целью странного полета являлся сбор данных об атомных подводных лодках Тихоокеанского флота. Американцы не без основания предполагали, что на некоторых атомоходах установлены межконтинентальные ракеты нового поколения. Особый интерес вызывали самые современные субмарины проекта 671 РТМ. К ним относилась и спущенная на воду 7 октября 1980 года многоцелевая атомная подводная лодка Ка-324. Однако в тот момент, когда корейский «Боинг» находился над Камчаткой, 324-й на Тихом океане уже не было. Она заблаговременно ушла на Северный флот. Маршрут проходил под толщей арктических льдов. Лодка всплыла на Северном полюсе. С той минуты экипаж 324-й принадлежал арктической гвардии. Командир, капитан 2-го ранга Вадим Терехин. Причем вот тяжелый поход считается. За него награждают и орденами, и медалями. У меня экипаж награжден. Вот этот подлёдный поход подо льдом, 26 суток не всплывая. Вот практически эта лодка идёт, и если что случится, пожар пробоенный уже никто не спасёт. То есть она там и останется подо льдом. Жаркая политическая осень 83-го начинается точно по календарю. В ночь на 1 сентября нарушивший границу СССР корейский пассажирский самолёт сбит. Со дна поднимают тела 29 членов экипажа и багаж. ТАСС официально заявляет, советское правительство выражает соболезнования семьям погибших. Ответственность за их гибель лежит на Соединённых Штатах Америки. В ответ президент США Рональд Рейган продолжает настаивать. Империя зла должна быть уничтожена. С сентябрю 83-го Соединённые Штаты уже заручились поддержкой премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и начинают размещать крылатые ракеты в Европе. Советский Союз срочно строит аэропорт в Гренаде. Остров Карибского архипелага вот-вот станет одной из крупнейших советских военных баз у берегов США. Конфронтация двух сверхдержав достигает невиданной силы. Поэтому инцидент с корейским Боингом очень напугал мир. СССР и США уже не контролируют себя в проявлении взаимной ненависти. На секретном заседании Политбюро министр обороны Устинов произносит, война может начаться в любую минуту, но как бы нам не напугать народ. В день, когда был сбит южнокорейский самолет, подводная лодка КАТ-324 уже входила в состав легендарной 33-й дивизии Северного флота. Прошедшие испытания Арктикой экипаж готовился к выполнению нового секретного задания. Выход в море назначен на 6 сентября. Отсюда, от этих скалистых берегов, уходили в автономное плавание советские подводники, чтобы только через 90 суток увидеть родные берега. Тогда, в начале 1983 года, все атомные подводные лодки Северного флота находились на боевом патрулировании. 7 сентября КАТ-324 незаметно преодолевает первый рубеж американской противолодочной акустической системы и движется дальше по намеченному маршруту. Только капитан и его помощник знают, что лодка идет в самый опасный район, в Центральную Атлантику, рядом с побережьем США. Для экипажа это закрытая информация. Задача ставилась практически одна. Обнаружение, сбор данных об их гидроакустических системах наблюдения за подводными лодками, которые вот там у них оборудованы, их зоны противолодочные, прибрежные там зоны и так далее. Выход в Атлантику на боевое патрулирование связан со значительными трудностями. Для обнаружения советских подлодок, идущих к берегам США, американцы разработали колоссальную акустическую систему стоимостью в полмиллиарда долларов. Эта толща воды скрывает размещенную на дне американскую акустическую сеть. Ее чуткие микрофоны день и ночь в любую погоду улавливают шумы моря, прислушиваясь к малейшим приближениям советских подводных лодок. В сентябре 1983 года во всех частях ПВО СССР проходят специальные политзанятия. Каждому солдату доходчиво объясняют, потенциальный враг номер один США. Ночью 26 сентября на командном пункте ПВО в Серпухове-15 звучит сирена. Поступил сигнал о пуске американских межконтинентальных ракет. Война? Быстро выясняют. Произошел сбой в компьютере. Но несколько минут мир был на грани мирового конфликта. К-324 продолжает двигаться по заданному маршруту. В 20-х числах октября К-324 беспрепятственно входит в Саргасово море. На рассвете 25 октября 1983 года Пентагон начинает боевую операцию под кодовым названием «Вспышка ярости». Ее готовили долгие два года в обстановке глубочайшей секретности под личным контролем президента США Рональда Рейкона. Он надеется, что успех операции навсегда излечит американцев от вьетнамского синдрома. Еще 10 лет не прошло с тех пор, как вьетнамскую землю покинул последний американский солдат. Война закончилась поражением США, расколов поколение 19-летних на тех, кто был во Вьетнаме и тех, кто там не был. Рейган убежден – время побед настало. Несколько тысяч американских солдат высаживаются на небольшой остров Гренада. Здесь при содействии СССР и Кубы в непосредственной близости от побережья США идет строительство аэродрома, способного принимать самые современные военные самолеты. Рейган называет Гренаду советской и кубинской колонии. Бои продолжаются несколько дней. Правительство Гренады обращается за помощью к Кубе. Ка-324, оставаясь никем не замеченной, осторожно движется в глубине Саргасова моря. Лодка следит за американскими военными кораблями, атакующими Гренаду. 29 октября над островом взовьется звездно-полосатый флаг. Именно в этот день внимание моряков привлекут странные звуки, которые никогда ранее не приходилось слышать на подводной лодке. Был один такой тонкий момент, когда в какой-то компании за ужином офицеры, управленцы, между собой разговаривая, рассказывали, что слышали шлепки по корпусу, как будто кто-то босиком прошел. Было несколько ударов по борту, но это потом уже выяснилось, что где-то в районе 6-го, 8-го отсека был глухой удар по корпусу. Сигнал боевой тревоги звучит в ночь с субботы на воскресенье 29 октября. Идет второй месяц похода. Судя по тому, как командир прибежал в рубашки из компании, это был завтрак. Завтрак был, по-моему, третья смена, значит, где-то в 3 часа, по-моему, ночи. Потом сработала аварийная защита турбина. То есть турбина отключилась. У нас никакой информации, кроме того, что заклинило главную линию вала, даже не главную линию вала, а турбину. Я не представлял такого, чтобы заклинило турбину, главную турбину линию вала. Это супер нештатная ситуация, когда народ не знает, как действовать. Не отрабатывался нигде никогда. Здесь мы потихонечку начали тонуть. Ну, у нас, в общем-то, народ, ну, побледнели, не без этого. Представьте себе, мы находимся очень далеко, как говорят, от родных берегов, и под нами, под Келем, почти 4000 метров. И всплыть мы, в общем-то, не имеем права. Но тут была ситуация уже безнадежная, абсолютно безнадежная. Или мы всплываем, или мы тонем. Субтитры подогнал «Симон» В последний момент звучит приказ к всплытию. Но каждый подводник знает, лодка не должна всплывать. Никогда. Только на заранее установленные сеансы связи и только на перископную глубину. Командир Терехин спасает экипаж, нарушив все требования секретности. Впрочем, еще есть надежда остаться незамеченными. Ночью – шторм. Когда мы всплыли, наверху, ну, действительно, был вот такой шторм, который я за всю свою службу я не видел ни разу. Эту нашу лодку, хотя она приличного водоизмещения, 7500 тонн, ее бросало к общепку. У нас поразбивало всю посуду, посорвало все, что не было закреплено. Все буквально за что-то держались. Командир смотрел в оптический перископ, а я в это время наблюдал телевизионный перископ. Вот. И что я увидел? Я увидел большие петли вокруг винта и стабилизатор. Сразу отброшена версия, что на винт намоталась рыболовная сеть. Она легко перемалывается винтом атомохода. Капитан Терехин, имеющий опыт плавания и в Тихом океане, где активно идет лов рыбы, прекрасно об этом знает. Возникает предположение, что лодка зацепила какой-то сверхпрочный кабель, возможно, военного назначения. Первое, что я попытался сделать, я взял автомат, два рожка, подошел к кормовому бою, там к стабилизатору самому не подойдешь, потому что там уходит корма в воду, и там метра три-четыре море, туда не проберешься никак. Вот. Пытался, значит, перебить этот трос автоматными очередями. Ну, пули просто вот, искра, скалькивает, кабель бронированный, то есть даже царапин на него достается. КОНЕЦ Утром 30 октября К-324 выходит на внеочередной сеанс связи. Капитан Терехин докладывает об аварийном всплытии. Москва в замешательстве. К осени 83-го года высшие эшелоны власти охватил кризис. Тяжело болен генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов. Его ближайшие соратники заняты поиском преемника. Что ждет лодку, оказавшуюся в районе, где США проводят даже не учения, а боевую операцию? Моряки получают приказ уйти на глубину. Людьми и лодкой не рисковать. И дважды мы пытались погрузиться, и уже это с большим риском для жизни, для подводной лодки, потому что все-таки хотелось уйти под воду и соблюдать скрытность. Но проваливались на глубину, там уже за 150 метров, аварийно продувались, и после этого попытки мы эти прекратили. Для подводной лодки существует предельная глубина погружения. Для К-324 это 400 метров. Опустившись ниже, всплыть она уже не сможет. После нескольких смертельно опасных попыток уйти под воду, лодка вновь поднимается на поверхность. Обездвиженная, она находится всего в сотне миль от побережья США, в международных водах. Здесь соглашение о безопасности на море защищает суда от нападения или навязчивого внимания. Но моряки понимают, надеяться на правила и законы в самый разгар холодной войны бессмысленно. Конечно, было подавленное чувство, но, сами понимаете, аварийная лодка, что с нами будет дальше, никто же не знал, как мы можем двигаться, если мы без схода в этом море, когда нас болтают, как жестянку бросают в сторону. Потом, значит, получили радио, что к вам на помощь идет разведывательный корабль, находка. То есть он нам реальной помощи никакой оказать не мог, только моральную поддержку. Ну и то он должен был к нам подойти где-то через трое суток. И что с Кубы вышел к нам спасатель наш, советский Алдан, который прибудет к вам, окажет вам помощь по освобождению винта, либо буксировке на Кубу. Ну, мы посчитали по карте, что его ходом ему идти порядка 10-11 суток. Вот, достаточно далеко там было. Через два дня Ка-324 была обнаружена канадским авиалайнером. Пилот незамедлительно передал информацию о дрейфующей в Саргасовом море атомной подводной лодке на базу ВВС США. Орионы, самолеты противолодочной авиации НАТО, появляются над Ка-324 уже через полчаса. А следом за ними через два часа подходят эсминцы Питерсон и Николсон. Они были рядом, потому что находились в составе эскадры из 11 кораблей, участвовавших в нападении на гренаду. Для США наша субмарина, несомненно, представляет опасность. Ка-324 оснащена крылатыми ракетами с максимальной дальностью полета 3000 километров. Этого достаточно, чтобы уничтожить любой город восточного побережья – Детройт, Вашингтон или Нью-Йорк. Ситуация складывается крайне тяжелая. Экипаж атомохода, зажатого противником с моря и воздуха, изнывая от жары и жажды, должен держаться. Главная задача – не поддаваться ни на какие провокации, избежать столкновения любой ценой. В плавании моряки взяли фильм «Белое солнце пустыни». Смотрят его по нескольку раз. Теперь над субмариной также неумолимо светит раскаленное до бела солнце. Как прикажешь тебя поднимать, Саид? Убейте его! Когда всплыли забортная вода около 30 градусов плюс, вы можете представить, забортная вода. На глубине порядка 100 метров, там тоже около 25 градусов, тоже забортная вода. И наверху в тени 50. Я бы эти практически 10 дней с мостика не сходил, потому что и днем, и ночью они маневрировали опасно корабли вокруг лодки. И приходилось все время там находиться самому. Ну, спускался, конечно, там покушать. И так практически я был наверху все время. Да и с торпом тоже наверху со мной все время был. После захвата Гренады президент Рейган, обращаясь к американскому народу, сказал, мир изменился. Сегодня угроза нашей национальной безопасности может возникнуть вдали от наших берегов. Мы обязаны сознавать стратегическое значение этих центров, из которых может быть создана угроза для нас, и уметь их предугадывать. Ка-324 представляет угрозу национальной безопасности США. И не вдали от берегов, а рядом. Ясно, американские моряки церемониться не будут. Два месяца назад Советский Союз позволил себе сбить пассажирский самолет, а здесь боевая подлодка с атомными ракетами на борту. Они начали маневрирование очень опасное. То есть они начали сближаться с лодки 182 метра. Это уже опасное расстояние считается. Уже не сближается в море сюда на такие расстояния. Они подходили на расстояние до 30 метров. То есть практически вплотную. А что такое, когда вот такой большой корабль надуванный подходит к лодке? Достаточно удара о лодке, и можно пробить прочный корпус, лодка тут же утонет. После того, когда американцы уже взяли нас, так сказать, в сложную такую опеку в своем, то они неоднократно подымали вертолеты свои, висели над кормой. Вот долго фотографировали там оголенный винт. При таком шторме легко было рассмотреть винт, рассмотреть корму. Вот они долго сидели, невзирая на все наши предупреждения, на запреты, которые конвенции запрещают висеть над палубой другого корабля. Для другого государства. Вот, они все это фотографировали, проверяли. К этому моменту я уже точно знал, что мы намотали американскую гидроакустическую антенну, экспериментальную, значит, типа Токтас. Потому что вот радиоразведчик, наш командир группы разведки, радиоразведки, ну, в то время старший лейтенант Арбузов, он слушал все эти переговоры, вот, американцев между собой, между кораблями, кораблей с берегу, переводил мне, и мы уже знали, что вот мы оборвали буксируемую протяженную антенну с эсминцем Мак-Клойн, который проводил ее испытания там. Вот, американцы это, в общем-то, не скрывали, и в эфире открытым текстом это дело передавали. Из радиопереговоров становится известно, что гидроакустическая антенна еще только проходит испытания. И американцы не собираются отдавать такой трофей советским подводникам. Эсминцы Питерсон и Николсон подходят все ближе и ближе к корме лодки. Еще чуть-чуть, и они потопят ее. Но зацепить антенну кораблям не удается. Мы с ними воевали вот эти 11 суток, и приходилось очень тяжело. 5 ноября наступает самый тяжелый для наших моряков день похода. Американцы объявляют о штурме лодки. Значит, потом вот они подняли сигнал. Конечно, для нас он был очень опасный. Вот я его как сейчас дословно помню. Значит, готовлю к спуску десантно-высадочное средство. Ну, что это значит? Это значит, они либо боевых пловцов готовят, либо там какую-то абордажную партию собираются высаживать. Фактически это означает нападение на суверенное государство, объявление войны Советскому Союзу. Сейчас все решает выдержка экипажа атомохода, вооруженного крылатыми ракетами последнего поколения. В руках подводников в этот момент оказалась судьба всего мира. Нет никаких инструкций, как действовать в подобной ситуации. Ответственность за принятое решение целиком ложится на плечи командира. Москва не дает никаких указаний. Только повторяет, не поддаваться на провокации, сохранить лодку и людей. Ну, а что мне было думать, что если меня зацепят на буксир и приволокут в их базу, до которой ходят там 8 часов на буксире, и что я потом? Изменник Родины, сдавший корабль противнику. Как минимум, подлежу расстрелу и позору, как максимум, не знаю чего. Команда была однозначная. Отражать, не допустить на территории нашей страны ворогов. Вот тут я вооружил, говорю, человек, наверное, 8 офицеров. Автоматами, боезапас выдали, разместили их на кормовой надстройке. И, значит, командир РБЧ-5 предупредил, чтобы он был готов продувать кормовые балластные цистерны воздухом. Потому что, когда они продуваются, там такая мощь, воздух под давлением 200 килограмм идет. То есть бурлит все вокруг лодки. Человек может, боевого пловца, может или повредить, или даже убить этим воздухом шатрин. Защищая свою лодку, свою родину, моряки ни на секунду не забывают о главном. Нельзя допустить ядерный конфликт. Его вероятность очень велика. Это хорошо понимают и в Москве. Я состоял в партии, был членом партийной организации, в которую входил главнокомандующий наш Сергей Георгиевич Горшков. И на партийном собрании в том году он нам сказал, что я старый военный. Но постановка теперь такая, что война может начаться каждый день. Когда положение становится критическим, подводники принимают беспрецедентное в истории атомного подводного флота решение – лодку затопить. Старший помощник, я командир, этот самый замполит и оперработник особого отдела. В общем-то так посовещались, я минюру приказал корабль к взрыву приготовить, потому что до побережья США рядом. Обороняться там нечем, зацепят на буксир, захватят корабль. В то время супер было, это было последнее слово техники в нашем подводном флоте. Но не с целью, чтобы взорваться, подорвать себе и утопить всем, а чтобы в случае уже вот такой крайней необходимости экипаж высадить на спасательные плоты, корабль затопить, уничтожив предварительно все шифрокоды, секретные документы, все документы опознавания и так далее. Вот так вот выглядела атомная подводная лодка Ка-324, ставшая седьмой в серии проекта 671 РТМ. У нас такие подлодки называли «Щука». Американцы дали им название «Виктор Третий». Русские моряки жертвовали собой, сверхсовременной субмариной, ради спасения жизни многих и многих миллионов людей. Готовился к затоплению атомоход за красоту, прозванной американцами «Черным принцем». Если не верить подводнику в лодку, то верить больше не во что. И мы знали, что мы задачу выполняем, потому что экипаж, я говорю, очень сложный, хороший экипаж. 6 ноября 1983 года встревоженный председатель КГБ Чебриков приехал к министру обороны Устинову. По информации западноевропейских резидентур советской внешней разведки, все базы НАТО вокруг СССР приведены в состояние боевой готовности. США готовы начать войну. Дальше кабинету Устинова эта информация не пошла. Сам факт встречи был засекречен. Судьба подводной лодки К-324 тоже оставалась тайной для руководства страны. Командование военно-морского флота не спешило информировать о ЧП в Саргасовом море. Поэтому только сегодня, спустя десятилетия, нам становятся ясны нюансы нескольких кризисных ноябрьских дней 1983 года. Кстати, до сих пор на флоте многие не верят в историю лодки К-324. Два дня американские десантные команды не уходили с палубы сминцев. Два дня советские подводники с автоматами дежурили на рубке подлодки. В напряженном противостоянии медленно текло время. Наступило утро 7 ноября. Это был понедельник, праздник, день Великой Октябрьской революции. На подлодке К-324 в этот момент готовились защищать атомоход от американского десанта. 7 ноября утром меня старпом вызвал, я завтракал, старпом вызвал на мостик. Говорит, товарищ командир, там вот вышел какой-то, говорит, человек ну в форме, с мегафоном, с радиомегафоном. Он меня на русском языке поздравил. Поздравляю командира капитана 2-го Терехина с национальным праздником. Когда в Москве шла праздничная демонстрация, вооруженные десантники ушли с палуб эсминцев. Стало ясно, штурма подлодки, а значит и Третьей мировой войны не будет. Соединенные Штаты Америки решили не рисковать своей собственной судьбой. Я очень удивился. Был приятно поражен, что меня знают в Америке. Но вообще-то информация у них была, видно, поставлена. Но мы на плохом английском сказали им спасибо. И на этом вот мирная часть существования закончилась. 7 ноября было счастливым днем для экипажа. В 5 часов вечера подошел спасательный корабль «Алдан». Вот когда буксир подошел к нам с куба спасателей, я командиру Пауковой говорил, что, дорогой, ты мне пришли на экипаж что-нибудь покурить, вот потому что мы уже опухли здесь всем. Вот баркас подходит, целый мешок везут. Сверху в газете завернута блок и написано «Для командира». Открываю, смотрю, там «Прима» черкасская в красных пачках. Думаю, что же он меня так обидел. Всем он иностранную сигарету. Ну, взял эту пачку, значит, вот эту маленькую иностранную сигарету, вытащил, а там черные сигареты из... Ну, самое у них дешевое, копеечное, из обрезка вот этого сигарного табака. Но я как одну затяжку сделал, так чуть не потерял сознание, и за борт не упал. Они до того крепкие и вонючие, что я понял, что «Прима» – это лучший Чистерфильда. Вот я забрал эту «Приму» и ей спасался потом. Этот перекур стал коротким отдыхом перед новыми испытаниями. И я радио получал такого содержания, что антенну вот поднять и сохранить. Вот. И где-то порядка суток мы занимались подъемом этой антенны за борт. И вот водолазы, значит, спустились под винт, это все вот на глазах у американцев, соцепили тросом вот этот конец, и мы начали шпилем выбирать его на палубу. Порядка где-то метров 420 этого кабель троса было. И потом загрузили в отсек. Там в отсеке, конечно, было не повернуться. Это был не просто кабель троса, это был еще кабель, достаточно интересный с точки зрения проводимости. Нас, конечно, больше беспокоили вот эти тросики, которые создавали жесткость ему и прочность. Но то, что было под ними, сама начинка, надо было достаточно интересно. Оттуда вытекала постоянно какая-то жидкость. История с захватом сверхсекретной низкочастотной антенны советской подлодкой освещалась в американских средствах массовой информации, попала в некоторые специальные справочники. Американцы рассказывали о невероятной истории про ядерное перетягивание каната. Якобы атомная подводная лодка «Филадельфия» подплывала под Ка-324 и даже зацепилась за кабель антенны, сорвав ее основную головную часть. Возможно, так и было. Но обсуждать конфликт с Аргасовым морем американцы наотрез отказались, сославшись на секретность. И после этого нас стали брать на буксир. Но вообще в океане буксир, вот особенно на подводную лодку, очень тяжело заводить. Делалось это так. Вот этот спасатель вставал на ветер, мы под ветром стояли. Они надували порядка 20 резиновых плотиков, крепили к ней буксирное устройство, драгу. Она тяжелая, она килограмм 300 весит. Буксировка подводной лодки сама по себе операция сложная. А тут буквально проходила под обстрелом. Вот тут началась настоящая война. Они начали расстреливать эти плотики из карабина, с эсминцев. Ну и естественно, все это устройство тонет. Те выбирают назад, еще 10 часов готовят. Они второй комплект плотиков расстреливают. Мне командир уже, спасатель пока говорит, товарищ командир, у меня остался один комплект. В конце концов, находка собственным корпусом закрыла надувные плотики, не давая американцам прицельно стрелять. И буксир удалось завести. На рассвете 9 ноября спасательное судно «Алдан» с атомной подводной лодкой К-324 взяло курс на Кубу. Американцы сопровождали советские корабли до границы кубинских территориальных вод. Но ничего поделать уже не смогли. Принимали очень хорошо. Я вот такого народа, который так доброжелательно бы относился к русским, больше я во многих странах был, не видел. Во-первых, это вот было время, когда 5 ноября американцы сделали десант на Гранаду. Когда там переворот, это демократическое правительство, свергли и посадили они свое правительство. И там же кубинцы защищали их. И там вот привезли они 120 трупов оттуда. И мы как раз попали вот в те дни туда уже, когда их привезли, вот по телевидению показывали вот эти похороны, Фиделя показывали, когда вся страна там в трауре была, вот хоронили их, бойцов своих. На Кубе вернулась надежда на возможность самостоятельного плавания. Здесь же решилась судьба захваченной антенны. Ее погрузили в самолет и спецрейсом отправили в Москву для исследований. Через 5 дней лодка вышла в открытое море и взяла курс к родным берегам. Вот мне на Кубе начальник аварийно-спасательной службы Кубинского флота военно-морского подарил ему лет. Это веточка черного коралла. Я говорю, это мне там от деда, от прадеда досталось. Вот ты, говорит, его надень на шею, и с тобой в море ничего никогда не случится. Я пошел в душевую помылся и забыл там раздевалки, на вешалке этот коралл. Только лег спать, у нас полетел турбогенератор один. Ну, это очень серьезная поломка. Мне замполит приносит, вот этот коральчик, шнурок, и говорит, товарищ командир, ну, говорит, сутки осталось и вывези, оденьте его на шею, пожалуйста, а то мы не дойдем. Новый 1908, 2004 год. Подводники Ка-324 встречали дома, здесь, в западной лице. Еще один год великого противостояния уходил в прошлое. Пережитая становилась историей. Президент Рейган искренне считал, успех в Гренаде должен вселить оптимизм в американский народ, стерев память о поражении его в Вьетнаме. Пентагон был щедр на награды. После вторжения в Гренаду бригада спецназа численностью 6 тысяч человек получила 8 тысяч орденов и медалей. Нас поощрили тем, что они наказали за эту боевую службу. Хотя были и другие, так сказать, соображения. У военного человека, как говорится, есть одно понимание, что надо защищать нашу Родину. В этом здании хранится вахтенный журнал К-324. Через 10-15 лет с него будет снят гриф секретности. Еще одной горячей тайны станет меньше. Впрочем, по непроверенным данным, часть архива сгорела при пожаре, вызванном замыканием электропроводки. Среди документов был якобы вахтенный журнал подводной лодки К-324 за 1983 год. И только уже потом, когда проанализировали на берегу все это дело, что да, нас строго там взяли подписки, не разглашения о том, что я сейчас говорю, говорить было нельзя. Сколько лет? Говорить нельзя. Там был не оговорен. Тогда же думали, что в советское время будет всегда. Когда мы пришли, с моря в штабе читали по трое, как художественную книгу. Один читает, двое слушает. В общем, там изобиловало это дело комментариями, вплоть до того, какие сигналы, какой радиообмен был. Все было описано. Вот я еще не знаю. Я вместе с вами пытаюсь разобраться в этом. У меня еще нет, ну, какой-то окончательной версии, которую бы я сделал для себя, по крайней мере. Какие должны быть подтверждения? Документы. Хотя бы. Которые сейчас где-то лежат? Ну, то, что они засекречены, это однозначно. И с нашей, и с американской стороны. Наш фильм – первая попытка рассказать об одном из самых драматичных эпизодов Холодной войны. О неизвестном Карибском кризисе осени 1983 года. Официальный инцидент с Черным Принцем считается якобы несуществующим. Документы по делу в Атлантике хранятся под грифом «Совершенно секретно». После того осеннего похода моряки из экипажа Ка-324 продолжали служить на подводном флоте. Кто-то остался на севере, в западной лице, некоторые вернулись на Тихий океан. Но все они считают, то, что довелось испытать в ноябре 83-го, было самым важным событием в их военной судьбе. Атомная подводная лодка Ка-324 несла свою боевую службу до конца 1999 года. Море штормом не стращай, что глядишь к ушим прощай, и во сне такое не приснится. Нас несет в далекий край, где свихнулся бы Маклай, зла не помни, западная лица. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ